Сегодня в программе. Когда у него случился инфаркт, он лежал в больнице, она вела разгульный образ жизни, веселилась. Какую разгульную жизнь? Ты что, за мной следишь, что ли? Вдова после смерти мужа получила в наследство несколько машин, квартиры, загородный дом. А когда узнала, что один из автомобилей он завещал своей любовнице, решила судиться с нахалкой. Неудивительно, если он специально будет за ней плоховато ухаживать, чтобы она побыстрее ушла, а квартира осталась ему. Супруг взвалил на себя обязанности по уходу за недееспособной женой. Но теперь за ее жизнь опасается лучшая подруга и требует сменить опекуна. Чем она напугана? Узнаем в суде. Мужчина угрожал, что покончит с собой, если жена бросит его. А когда дело все же дошло до развода, отказался от своих угроз и потребовал огромные деньги. Истец требует выделить супружескую долю в имуществе, приобретенном в период брака. Ответчик иск не признает, считает его необоснованным. Я вас слушаю, истец. Чижова Наталья Сергеевна, Ваша честь, я подаю иск на выделение супружеской доли в имуществе, которое было приобретено в период брака. Три месяца назад умер мой супруг Чижов Михаил, и я 21 год была с ним в браке. И у нас, между прочим, есть общая дочь. Наследниками первой очереди являюсь я, наша дочь и мать Михаила Валентин Петровна. Я, конечно, знала, что незадолго до смерти у меня муж начал гулять налево. А потом у него появилась молодая любовница. Так вот, эта девица с акулей хваткой буквально вытаскивала из него деньги. То он ее возил на море в отпуск куда-то там. Потом они, значит, вместе отдыхали в санатории. Я, к сожалению, слишком поздно об этом узнала. А когда мне донесли на это факт, я не стала уже устраивать скандал мужу, потому что у него начались проблемы со здоровьем. А из-за кого начались проблемы со здоровьем? Мы, между прочим, 7 лет вместе были. Потому что кое-кто начал таскать его по злачным всяким местам. Он выпивать начал с ней каждый день. Он, конечно, и раньше у меня прикладывался к алкоголю. Но с ней он вообще стал хроническим алкоголиком. Так вот, год назад мой муж на наши семейные и общие деньги купил дорогую иномарку. Причем я об этом узнала от нашей дочери, которой он же сам и сказал. Эту машину он оформил на себя. То, что он в завещании указал там какую-то девицу, это чисто для того, чтобы показаться перед любовницей щедрым, богатеньким мужчинкой. Потому что если бы он реально хотел ей подарить эту машину, я думаю, что он в договоре купли-продажи вполне мог бы указать сразу ее имя. А так он мне предоставил право распоряжаться нашим имуществом. На какое имущество ваш муж оставил завещание? Он оставил на эту иномарку завещание, в котором указал ее. Именно на эту машину? Да, на эту машину. Но эта машина все равно была приобретена на наши собственные, личные и семейные деньги. Это наши деньги. И я имею право на выделение доли в этой машине. Между прочим, сразу после похорон эта дамочка первым делом понеслась к нотариусу, пытаясь оформить право собственности на себя. Очень хорошо, что я об этом вовремя узнала. Проявили оценку этой машины. Машина стоит 2 миллиона 870 тысяч рублей. И я хочу свою долю. 50 процентов. Миллион 435. Вы хотите компенсацию. Автомобиль остается... Я хочу, чтобы она меня компенсировала, пусть забирает свою машину. На момент смерти вы состояли в браке. Да, мы все время в браке. Он и не планировал разводиться. Только тебя вообще в нашей жизни не было. Откуда тебе знать? Я слушаю вас ответчиться. Пожалуйста. Ваша честь, я не согласна с исковыми требованиями. И хочу встречный иск выдать. О том, чтобы признали автомобиль имуществом личным, наследодателя, и, соответственно, признали право собственности по завещанию. Я хочу рассказать о том, что эта женщина уже не жила с Михаилом 7 лет. Короче, давайте вот без личности. Машина куплена на деньги. О, крестец. Вы уже закончили ваше выступление. Не надо мне здесь свои порядки устанавливать. Пожалуйста, продолжайте ответчиться. Они не жили уже вместе очень давно. Михаил уже не считал ее своей женой. Он любил меня. Я любила его. А где он умер? Конечно. В больнице. А кто его хоронил? Я хоронила. И мама его, и брат еще. А жена? Она даже не пришла. Когда у него случился инфаркт, он лежал в больнице. Она вела разгульный образ жизни, веселилась. Конечно, ей было все равно. Ваша честь, это ее домыслы. Какую разгульную жизнь? Ты что, за мной следишь, что ли? Ваша честь, она действительно вела очень разгульный образ жизни. Она любила и выпить, и все. А вы встречались с женатым мужчиной. Давайте сейчас поговорим об этом. Да, действительно. Это было так. Говорите по существу. Да, я встречалась с женатым мужчиной. Грубо говоря, я действительно была любовницей. Но она не появлялась в нашей жизни уже давно. Мы совсем и забыли про ее существование. Я в твоей жизни не должна была появляться. Наталья знала о моем существовании и сама не давала развод. Михаил не стал этим заниматься, потому что у него были проблемы. То есть он все откладывал это на потом, потому что понимал, что опять это будут нервы, соответственно, сердце может не выдержать. Потому что она очень склоечная женщина. И мы прекрасно понимали... Если бы хотел, развелся бы. Мы прекрасно понимали, что она будет бороться в суде за каждую копейку. Так вот, когда у него случился инфаркт, он попал в больницу. Она ни разу не приехала туда. И после операции за ним наблюдала только я и его брат. Это еще вообще надо доказать, что меня там не было. Истица, еще одно слово без моего разрешения. Пойдете в коридор. Продолжайте ответить. Ваша честь, автомобиль был куплен на момент того, когда они вообще не состояли в отношениях. Она не была, не звонила, ничего. То есть ее совсем не было. А где вы проживали? Мы проживали у него в квартире. А где проживала Истица? В другой квартире. У него очень большое наследство. И, между прочим, ей вообще должно быть стыдно просить вот эти вот полтора миллиона. Потому что ей досталось. Ей досталось от Михаила. Это наше общее имущество. Пусти, отсидите в коридор. Ну, это невыносимо, понимаете? Вы ведете себя просто как будто вы, не знаю, на рынке где-нибудь в каком-то... Даже не знаю где. Ей досталось четыре загородных участка. Ей досталось все, что связано с работой. То есть все бизнесы. Две квартиры как раз-таки. Ну, а что же вы это считаете-то все? Она же жена, не вы. Это я понимаю. Просто я к тому, что за полтора миллиона это очень стыдно. Но она хочет все забрать до копейки. Я вообще не уверена. Ну, давайте о том, кому должно быть стыдно, а кому нет, мы не будем говорить еще раз. По существу. Да, Ваша честь. Доказательство. Представьте мне, что супруги не проживали вместе на протяжении определенного количества времени. У меня есть свидетель с моей стороны. Это мать Михаила. Угу. Если можно, я попрошу ее. Хорошо. Передайте, пожалуйста, документы через судебного пристава. Пригласите, пожалуйста, свидетеля. И верните нашу ответчицу. Я думаю, она уже немножко остыла. Свидетель-ответчику, войдите. Истица пусть войдет. Тоже. Так, истица, я вас предупреждаю, что если вы будете нарушать порядок в зале судебного заседания, помимо того, что я вас выдавлю из зала, я наложу на вас административный штраф. Вы находите в суде, и поэтому я прошу вас вести себя прилично. Да, прекратите вот эти вот мне выкрутасы здесь, демонстрации всего и высказывания в адрес ответчицы и так далее. Держите себя в руках. Пожалуйста, представьтесь. Ваша честь, я Чижова Валентина Петровна. Еще до встречи Миши с Анечкой, они со своей женой проживали раздельно. Потом появилась Анечка. И все изменилось. Миша перестал пить, перестал гулять. И это было единственное время, когда мы все были рады за него, и мой сын был счастлив. А так называемая снаха Наташа, она жила со своим сожителем. В настоящее время она страдает алкоголизмом, стоит на учете в наркодиспансере и не раз лежала в психушке. И мой сын Михаил, понимая, что надо, конечно, с ней развестись, но он боялся это сделать, потому что однажды она ему пригрозила. Подашь на развод, я убью нашу дочь и себя, а по смертной записке напишу, что ты во всем виноват. Конечно, нужно было в этой ситуации в любом случае решать вопрос с разводом. Но как это сделать, никто не знал, поскольку такая была угроза. А теперь его нет. И большая часть наследства достается этой женщине, которая у меня язык не позволяет назвать женой моего сына. И я решила, что я свою долю наследства передам Анечке. И все, что у меня есть, я отпишу ей по завещанию. И думаю, мой сын поддержал бы меня в этом. Интересно. А как же наша дочь? Вы о ней вообще не подумали, да? Вам внучка, значит, вообще не нужна. Мы какой-то тетке левой вообще там отдадим имущество свое, а внучка останется без силы. Тут удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Неудивительно, если он специально будет за ней плоховато ухаживать, чтобы она побыстрее ушла, а квартира осталась ему. Мужчина тяготился жизнью с больной женой и пошел налево. А супруга от горя наглоталась таблеток. По какому праву развратник стал опекуном своей жертвы, узнаем в суде. Да, у нас был секс. Насокнул из жалости. Ты что, дура? Совсем? Я не опримела. Я сейчас, возможно, прямо здесь, на суде. Мужчина сел в тюрьму, оставив жену без гроша в кармане. Пока он отбывал наказание, женщина стала миллионершей. Почему бывший заключенный не рад успехам супруги? Как тебе вообще не стыдно? А тебе не стыдно нормально, да? Мне не стыдно, ты довела его, он из-за тебя умер. Я довела, он вообще-то с тобой жил последний. Прошу садиться. Вечно лезло. Да. Оглашается решение. Суд принял решение иск о выделении супружеской доли в имуществе удовлетворить, признать за супругой наследодателя право на одну-вторую долю в наследственном имуществе в рамках выделения доли из общей совместной собственности. Встречные искы, признание автомобиля личным имуществом наследодателя, признание права собственности в порядке наследования по завещанию удовлетворить частично, признать право собственности на автомобиль за Еремеевой Анной Владимировной в порядке наследования по завещанию, взыскать с Еремеевой Анной Владимировной в пользу Чижовой Натальи Сергеевны, то есть соответчице в пользу юстиции, в качестве денежной компенсации половину стоимости автомобиля, а именно сумма в размере 1 миллиона 435 тысяч рублей. По закону, доля пережившего супруга в общем имуществе не входит в наследственную массу, и он вправе выделить ее в любое время. Поэтому суд удовлетворяет данное требование и признает за истицей право на супружескую долю в спорном имуществе. Что касается встречного иска, то суд отказывает в части признания спорного имущества именно автомобиля личным имуществом по следующим основаниям. Спорный автомобиль был приобретен возмездно, зарегистрирован на наследодателя, в указанный период супруги состояли в браке. Доказательств того, что спорное имущество приобретено супругами на личные средства наследодателя, не представлено. Суд критически относится к показаниям свидетеля, которые допрошены в судебном заседании, потому что никаких иных доказательств суду не представлено. Поэтому суд не может признать спорный автомобиль личной имуществе наследодателя и относит его к супружескому имуществу. Но так как наследодатель оставил завещание, то, безусловно, ответчица становится собственницей этого автомобиля, однако с обязательством выплаты одной-второй доли стоимости этого автомобиля супруги. Понятно решение суда? Понятно. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Встречный иск удовлетворить частично. Мне все равно, пусть хоть сто любовниц у него будет. Я свое все равно никому не отдам. А эта дамочка всегда дает мне полтора миллиона и едет на своей полмашине и уже ищет холостых мужиков. Мне так противно от этой женщины, от ее поведения. Она вообще ни дня не проработала в этой жизни. Только вино пила и пила. Вот таких к***** надо наказывать, потому что они женщинам жизнь портят. Здесь надо сдерживать слезы. Держим себя в руках. Пытаюсь. Но смеяться можно до слез. Как с ней можно заниматься интимом за деньги? Откуда я знаю, я не мужчина. Дела судебные. Новые истории. Я ж тебя ж по дна поднимала. А почему это я ж ж ж? Я замужем. Ну а что ты на мать-то родной в суд-то подала, а? Каждый будний день в зале этого суда. Заявитель просит отменить решение органа опеки и попечительства, которым ей отказано в назначении опекуном недееспособной подруги. Заинтересованное лицо намерен сам ухаживать за больной женой. Пожалуйста, заявитель, я вас слушаю. Здравствуйте, уважаемый суд. Меня зовут Хабарова Юлия Михайловна. Мы с Ириной практически как родные сестры. Мы очень близко дружим с самого детства. Мы вместе учились в школе. Жили на одной лестничной площадке. И тогда с детства, и по сей день. Мы вместе поступали в университет физкультуры. Там, собственно, мы познакомились с молодыми ребятами. Вместе вышли замуж в один день. Дело в том, что мы всегда старались помогать Кулешовым, когда произошла ситуация с Ириной. Когда она стала инвалидом, плохо себя стала чувствовать, уже не могла передвигаться самостоятельно. А что с ней случилось? Передвигалась в инвалидной коляске. Она получила травму когда-то давно, пока мы еще в университете учились. И потом эта травма все ухудшалась, ухудшалась. И вот это привело к тому, что она практически не могла самостоятельно передвигаться. И передвигалась на инвалидной коляске. Мы старались с друзьями всячески оказывать поддержку семье Кулешовых. Организовывали трансфер удобный для Ирины. Старались у них какие-то вечеринки дома проводить, чтобы Ирина чувствовала себя частью нашей компании, чтобы она не чувствовала себя как-то обделенной. Но дело в том, что 4 месяца назад, в последний раз, когда мы собирались поехать с палатками, Валерий, муж Ирины, почему-то ее не взял. Нам он сказал, что она себя плохо чувствовала. Когда мы отдыхали все вместе с палатками, Валерий в какой-то момент притащил к нам за стол какую-то девку. Вечером, когда все собирались ложиться спать, он эту девку забрал к себе в палатку. Утром, когда мы все уже разъезжались, все друзья уезжали по домам, Валерий сказал, что он не поедет. Сказал, я не дозволнился Ирине, заедьте, пожалуйста, к ней, скажите, что я себя немножко плохо чувствую после гулянки, не могу сесть за руль после похмелья. Я приеду попозже. А его в палатке эта девка зовет. Валерий, иди сюда. Твоя киска по тебе соскучилась. Юля, ну не надо преувеличивать. Это не цирк. Что ты здесь играешь? Слышали все друзья, Валера. Слышали все друзья. Так, и что дальше? Я взяла ключи от квартиры, Валера мне дал. Заезжаю к Ирине и увидела, что Ира лежит без сознания на полу. Вызвала скорую, приехала скорая помощь. И выяснилось следующее, что когда в эту ночь Валера там кувыркался с этой киской своей в палатке, выяснилось, что он отправлял ей фотографии, где они голые. Ну Ирина себя, видимо, не смогла совладать с эмоциями. Наелась каких-то таблеток и попала в больницу. Я вызвала скорую помощь. Ирину забрали в больницу. Произошло... Дело в том, что у Ирины после того, как она приняла эти таблетки, отмерла значительная часть головного мозга. И по решению психиатрической комиссии Ирина признана невменяемой. И вследствие этого назначили опекуном ее мужа, Кулешова Валерия. То есть муж обратился в суд с заявлением о лишении ее дееспособности, да? Да. И его назначили опекуном. Ну я же муж, конечно. Так. И когда это было? Это произошло 4 месяца назад. Я обратилась в органы опеки и попечительства, назначение опекуном, меня. А почему? В связи с тем, что сейчас очевидно, что Валерию нужна не Ирина, а ее квартира. Он гол, как сокол. У него нет никакого имущества. Он что, за ней не ухаживает? Понимаете, сейчас Ирина в таком состоянии, что она не сможет просто физически не сможет как-то возражать, если вдруг он в дом приведет эту девку свою. Неудивительно, если он специально будет за ней плоховато ухаживать, чтобы она побыстрее ушла, а квартира осталась ему. Нет, скажите, пожалуйста, это все ваши домыслы. Вы можете представить, какие бы то ни было доказательства того, что ответчик, ненадлежащий, исполняет свои обязанности опекуна. Что он оставляет ее без надзора, что он за ней не ухаживает, не кормит, не дает вовремя таблетки, не покупает лекарства, ну и масса всего, что могло бы ей навредить. Ваша честь, я неоднократно звонила Ирине, неоднократно приходила к ней в гости, и Ирина не лучшим образом отзывалась о том, как Валерия ухаживает за ней. Она вообще разговаривать-то может? Она может разговаривать с большим трудом, но, говорю, что она сейчас признана невменяемой. Понятно. Передайте документы через судебную приставку. Ваша честь, я прошу отменить отказ органов опеки и попечительства и назначить опекуном меня, так как мне не нужна, Ирина, квартира. У меня есть своя квартира, у меня есть свой дом загородный, я также предоставила все документы. У меня есть диплом о том, что я являюсь по образованию медицинской сестрой, и я могу помогать Ирине, могу оказывать ей помощь. Вы и так можете ей помогать. Зачем вам становиться для этого опекуном? Я боюсь, что он навредит, понимаете? Уважаемый суд, я боюсь, что он навредит своей жене. Но вы живете на одной личной клетке. Вам что, ответчик, препятствует, чтобы ее навещали? Иногда препятствует, да. Он не позитивно ко мне настроен. Ну, например, что были такие случаи, что вы ему, допустим, звоните и говорите, я сейчас приду Ирину навещать, а он говорит нет. И так 20 раз подряд. Он работает с утра до ночи. Он работает с утра до ночи личным помощником, личным водителем. Ну, возьмите ключи от квартиры, навещайте свою подругу. В чем проблема-то? Да если бы он дал, я вижу, как он относится ко мне. Ну ладно, сейчас выясним у ответчика, что происходит. Я слушаю вас. Ваша честь, я категорически не согласен с тем, что Юля хочет... История с таблетками-то. Как вы могли это допустить? Ваша честь, я женился на Ирине по любви. Мы прожили с ней 8 лет вместе. Последние 4 года она в инвалидном кресле. Когда я на ней женился, да, я знал, что у нее есть травма. Она пила там какие-то таблетки, там, иногда там ходила к врачу, уколы какие-то ставили. Но это не было так критично. Мы вели нормальный образ жизни, ездили отдыхать. Но потом она себя стала очень плохо чувствовать. Села в инвалидное кресло, потеряла хорошую работу. Все, весь бюджет, все стало на мне. Да, я сорвался. Мы тогда поехали на турбазу. Я встретил эту девушку. Мы играли там в волейбол, катались на велосипедах. Я выпил немного. Вернее, ну, немного. Я выпил много на самом деле. Но Юля тоже хороша. Если бы она была реально хорошей подругой, как она себя позиционирует, она бы, наверное, меня тогда остановила. Как я тебя могла остановить? К дереву вас привязала. Ваша честь. Ну, я не знаю, как. Ну, как остановить мужчину, который влюбился? Я был тогда очень пьян. Я был невменяем. Так вы что, действительно фотографии своей жене послали? Ваша честь. Я ничего не посылал. И Юля это прекрасно знает, что не я посылал фотографии. А кто? Я переспал с этой девушкой. Я даже не помню, как ее зовут. Она тогда посылала эти фотографии. Залезла в мой телефон, пока я спал, и послала моей жене. Угу. Понятно. Якобы хотела меня избавить от этого груза. Понятно. Мне это не нужно. Понятно. То есть, ваша жена, после того, как у нее была попытка суицида, была признана невменяемым и вследствие чего недееспособной. Соответственно, вас назначили опекуном. С вашего согласия, насколько я понимаю. Так? Ну, не то чтобы с моего согласия. Я муж, и я думаю, что это решение просто... Это понятно. Вы добровольно согласились стать опекуном. Расскажите мне, как вы исполняете ваши обязанности опекуна. Ваша честь, я как положено, так и исполняю. Если... Если вас долго нет дома. Мне постоянно нужна помощь. Моя мама помогает, приходит. То, что у меня есть работа, где я работаю личным водителем. Я, кстати, достаточно зарабатываю. И мой начальник, он всегда идет навстречу, он в курсе моей ситуации. Он знает лично Ирину. И если какая-то экстренная ситуация, там, если нужна какая-то помощь... То есть, когда у вас нет дома, приезжает мама, сиделка есть у нее, приходит кто-то? Нет, сиделки нет. То есть, вы справляетесь самостоятельно и помогает маме? Я справляюсь, да. То есть, второе... Ну, а вот что вы скажете по поводу заявительницы? Она же соседка ваша. Я так понимаю, что она подруга близкая. Ну, вот так в том-то и дело, что она подруга. Она не знает, что такое жизнь. Можете дать ей, допустим, я сейчас рассуждаю, чисто теоретически, ключи от квартиры, чтобы она тоже могла ее навещать и участвовать в жизни подруги? Да, конечно, могу. Но она об этом меня даже не просила. Валера, не обманывай. Я просила тебя много раз. И ты мне в этом отказывал. Ваша честь, ни разу она не просила у меня ключи от квартиры, чтобы ухаживать. Тогда объясните мне, в чем состоит интерес заявительницы, чтобы стать опекуном вашей жены? В чем ее интерес? Она говорит, что якобы мне нужна ее квартира. Ирина. Мы на ней женились. Ну, опекун не имеет права на имущество того, кого он опекает. Эта квартира уже по факту наша, да? Она хочет стать опекуном. А квартира, это принадлежит вашей жене? Что? Вашей жене принадлежит квартира? Да. Ну, опекун не имеет никаких прав. Ваша честь, позвольте. В том-то и вопрос, что у меня нет никакого интереса финансового, понимаете? Я достаточно зарабатываю. Моя зарплата 110 тысяч рублей. Нет, кто вам мешает помогать? Ваши подруги идите, помогайте. Так в том-то и вопрос, что я хотела бы помогать. А он отказывается. И если ему так тяжело, в чем же тогда вопрос? Почему он так сильно держится за... Да вы поймите, пока он муж, он все равно наследник, если вы на это намекаете. Нет, а мне и не нужна его квартира, понимаете? Так, документы передайте, пожалуйста. Значит, представлено постановление органов опеки и попечительства об отказе в отстранении опекуна от опекунства и назначении нового опекуна. Представлено свидетельство о заключении брака и удостоверения опекуна. И имеется заключение органа опеки и попечительства. Ими проведено обследование жилищных условий Кулешовой Ирины Юрьевны. И они указывают на то, что опекун, надлежащий, исполняет свои обязанности. Никаких нареканий нет. Кулешова Ирина Юрьевна содержится в чистоте, обеспечена всем необходимым. И на этом основании они отказывают в назначении опекуном заявительницы. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Да, у меня раз был секс. Но сад был из жалости. Ты что, дура? Что, совсем? Я не опремела. Я это сейчас размажу прямо здесь, на суде. Мужчина угрожал, что покончит с собой, если жена бросит его. А когда дело все же дошло до развода, отказался от своих угроз и потребовал огромные деньги. Суд принял решение в заявлении об отмене решения органа опеки и попечительства отказать. Обжалованные решения органа опеки и попечительства оставить в силе. Опекун недееспособного, которым назначен супруг недееспособный, заботится о содержании подопечной, обеспечит ее уходом и лечением, не оставляет без надзора необходимой помощи и, соответственно, защищает ее права и интересы. Поэтому суд не видит оснований для удовлетворения заявленных требований. Дело закрыто. Прошу всех встать. Валера и так сделал мою подругу лучшую подругу инвалидом. Я не позволю, чтобы он свел ее в могилу. Если он мне будет отказывать в том, чтобы я приходила к Ирине, я буду приходить с полицией. И будем разбираться уже по-другому. Я совершил ошибку, я свою вину признаю. Каждый может оступиться, каждый может уйти налево даже от здоровой жены. Но я свою жену люблю, и я буду ухаживать за ней до конца. В рововом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. К юристу-то ходили или сразу ко мне? Если вы не можете вернуть свои деньги... Что, доченька, расскажи, как ты хочешь маму кинуть? Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Я хочу все-таки разумновить наши отношения. А я хочу развода и денег. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Но я же не думала, что мы с ним вместе будем жить. Вот как раз, чтобы не думать, надо пойти к юристам, они все за вас придумают. Это бесплатно. Истец просит расторгнуть брак и разделить совместно на житое имущество. Ответчик на развод согласен. Иска раздели имущество признает частично. Прошу всех встать. Прошу садиться. Слушается дело по иску о расторжении брака и разделе имущества. Истец Лазарев Вадим Игоревич. Ответчик Лазарева Жанна Феликсовна. Пожалуйста, я вас слушаю. Уважаемый суд, это моя жена-ответчик. Дело в том, что 7 лет назад меня приговорили к 9 годам тюрьмы. Жанна согласилась меня все это время ждать, так как говорил, что любит. И вот, значит, 3 месяца назад я освободился по УДО. Вот справочка есть. Значит, и узнаю, что она изменяет мне с другим мужчиной. Ну, я, в общем, решил подать в суд на развод и на раздел имущества. Дело в том, что мы с Жанной прожили, до моего ареста прожили 4 года вместе. Значит, она мне говорила, что люблю. Я, значит, ей всячески отвечал взаимностью, полностью ее обеспечивал. Ну, в общем, содержал ее, да. А ей все мало было, понимаете. Я вот работал, работал, обеспечивал, а ей мало. Значит, и вот так получилось, что попал в криминальную историю. По статье 186, часть 2, это незаконная перевозка ценных бумаг в особо крупных размерах. Но я, Ваша честь, не виноват. Меня реально подставили. Я даже не знал, что там бумаги какие-то ценные. В общем, пытался, значит, доказывать это все дело. Но меня никто не послушал. В результате что, суд? На суде Жанна говорил, что не волнуйся, я тебя дождусь, люблю, не могу. Это у меня единственный. Приезжала ко мне, значит, на длительные свидания. У нас даже с ней секс был. Ну, в общем, я думал, что вернусь, и все будет хорошо. Значит, когда я возвращаюсь, я узнаю, что у нее вторая семья, любовник, на минуточку, с которым она сошлась после того, как меня посадили, через несколько месяцев. То есть она все эти 6 лет, пока я сидел, она с ним жила, и, в общем-то, и все было хорошо. Какое имущество вы приобрели в браке? Значит, у нас за 11 лет совместное имущество, это 64 квадрата, двухкомнатная квартира, значит, стоимостью 3 миллиона 400 рублей, дом 170 квадратов загородный, стоимостью 8 миллионов 200, машина полтора миллиона, и на ее личном счету 2 миллиона 180 тысяч. Вот, значит, и... Самое, знаете, что обидное, что она с этим мужчиной жила, была вторая семья, а мне зачем вот эти любовные письма, что люблю, не могу? Ну, естественно, я это прощать не собираюсь, поэтому я хочу развестись и разделить все нажитое вот это вот наше имущество по справедливости, да? То есть я предлагаю вот такой вариант, ваша честь, значит, мне остается квартира, деньги и машина, ну, чтобы не было где-то жить там, да, значит, на машине я буду работать и на первое время деньги. А ей оставляют дом, да, он дороже, но пусть ей достанется больше, я не мелочный человек. Очень благородный. Ваша честь, я вот... То, что вот вы услышали, да, от меня, я хочу это все, чтобы вы учли и приняли решение. То есть вы хотите забрать квартиру, полностью денежные средства и машину? Совершенно верно. А отвечица, чтобы сушь передал дом? Да, дом, как вы еще раз повторяете, он гораздо дороже. Вот у меня все, в принципе, документы есть, в вашу честь. Сама благородство. С тобой не разговаривать. Этот самый... Документы передайте через судебное приставо. Там справочка, там все. Так, пожалуйста, отвечица, с иском о расторжении брака согласны? Согласна. Ваша честь. Чего раньше-то не развелись? Ваша честь, можно я по порядку, значит? Можно. Я бы хотела поговорить как раз по поводу имущественного иска моего. Давайте сначала по поводу развода. Давайте по поводу развода. Я не возражаю. Значит, давайте по порядку. По поводу развода. Дело в том, что наши отношения вообще-то летели в яму, скажем так, еще задолго до того, как он сел в тюрьму. А что ты мне письма-то тогда присылала? Подожди, пожалуйста. Давай вот я выскажусь. Я слышу вас, отвечица. Не надо разговаривать с вашим мужем. Значит так, теперь я самовыражусь. Наши отношения оставляли желать лучшего перед тем, как он сел в тюрьму. Вот. Он пытался меня купить вот этими деньгами какими-то. Ну, деньги, понимаете, как бы не положишь с собой в кровать, да? Начнем с этого. Я ему, когда он садился, я ему сказала, что между нами все кончено. Но он начал меня шантажировать. Он рассказывал, что он покончит жить самоубийством, вскроет себе вены, повесится или что-то еще в этом роде. Я по пояс не деревянная. Вы понимаете, грех на душу я брать не хотела. Поэтому, естественно, я решила с ним не разводиться. Тем более человеку, с которым я сейчас живу, ему, в общем-то, не принципиально. В браке. А не в браке это формальность. Согласитесь, Ваша честь? Что касается иска о разделе имущества, что можете сказать? Значит, вот как раз по этому поводу я хотела сказать, у меня есть что сказать, и много, значит, по поводу раздела имущества. Дело в том, что совместно с моим мужем Вадимом мы нажали только квартиру. Вот. Двухкомнатная квартира? Да, двухкомнатная квартира. Когда она была приобретена? Девять лет назад у меня есть документы. До того, как ваш муж был осужден? Конечно, конечно. Девять лет назад мы только были в браке как раз. И тогда мы купили совместно квартиру. Вот. А все остальное, вот то, о чем он сейчас говорил, дом, машина, деньги на счете, это было заработано мной приблизительно два с половиной года назад. О чем у меня исправка от доходов за последние семь лет. То есть за то время, когда Вадим сидел в тюрьме. Вот. Давайте по порядку. Когда Вадим попал вот в эту историю, у нас были кое-какие деньги. У меня был магазин небольшой, у меня торговало бельем, ну, приносил мне кое-какой доход. Вот. Когда Вадима осудили, мало того, что он сконфисковали все средства денежные, ну, не вся часть, практически большую часть денежных средств, как незаконно нажитое имущество. Как-то так они это сказали. Плюс я, естественно, я же тоже не с***** пыталась его вытащить. Достаточно много денег пошло на адвоката. Вот. И, соответственно, к моменту, когда Вадим сел в тюрьму, я осталась вообще гола, как сокол. Работу я пыталась найти. Я перебивалась хлеба на воду первое время, первые полгода. Так как город у нас небольшой, и все-всех знают, я ходила как прокаженная. У меня все за спиной шептались. Работу меня никто не брал. А потом я встретила человека, с которым я сейчас живу, и которого я очень люблю. У человека руки растут из правильного места. А мне, когда я тебе деньги давал и обеспечивал, оттуда росли? Сейчас не оттуда, да? Я хотела просто нормально по-человечески жить. Пожалуйста, не начинай вот это сейчас. Можно я продолжу, Ваша честь? Да. У моего любимого человека на данный момент руки растут из правильного места. Вот. Он портной, и он дизайнер. Вместе мы открыли ателье. Ателье наше лучшее по району и по райцентру. То есть мы шьем свадебные платья, мы шьем кожные изделия, мы шьем вечерние наряды. И, естественно, у нас одевается не только наш город, но и весь областной центр. И я считаю, что мы прям звезды в этом смысле. Вот. И, соответственно, ателье мне не принадлежит. Я наемный рабочий. Я рекламщик, я продажник. А по творческой части мой любимый человек. И это был путь к успеху. Два с половиной... То есть как бы за два с половиной года я заработала вот это все имущество. И я хочу отметить, что... То есть вы просите исключить это имущество? Конечно. И Вадиму к этому... И вот как раз вы правильно меня услышали. Вадим к этому не имеет никакого отношения к этим деньгам. Вот. Ваша честь. Именно поэтому я готова. Я предлагаю такой вариант. Квартиру, в которой мы совместно нажили. Я ее сдаю. Я в ней не живу. Я готова отдать половину Вадиму. И пускай он проживает в ней полностью. Что он будет с ней делать? Мне неинтересно. Все остальное... Но вы согласны ее разделить? Да, конечно. Подоляю. Конечно, Ваша честь, она согласна. Но все остальное, я считаю, что это мое. Справедливо. Понятно. Передайте документы через судебный пристав. Вот. Значит, по поводу личных отношений. Можно я продолжу по поводу наших личных отношений, о которых Вадим рассказывал? Если вы считаете, что это важно. Я считаю, что это важно. Потому что сейчас, понимаете, выглядит так, Ваша честь, что я... Выглядит так, что я ему писала письма, рассказывала ему про неземную любовь. Нет. Я никаких писем ему не писала. Что ты несешь-то, а? Я никаких писем ему не писала. Когда он сел, первое, что я рассказала ему, да, что... Ну, вы сказали, что между вами все закончено. Да, между нами все кончено, честно. Вот. Потом он начал меня шантажировать. Да, я приезжала к нему на связи. То есть письма не писали? Исключительно, так сказать... Или поддерживали как-то? Описательного характера. Исключительно описательного характера о том, как у нас дела. Как дела с моим бизнесом? Как я вообще проживала? А на длительные свидания ездили? Ездила. Ездила. Да, у нас был секс. Я не хотела бы об этом говорить, но если Вадим об этом упомянул, давайте, да. Но у нас был секс. Но секс был из жалости. Ты что, дура, что ли, совсем? Я не оптимела. Я сейчас, возможно, прямо здесь, на суде. Мерно тебе. Вы сейчас еще по дудо находитесь. Не помните? Да, давайте как-то вот это закончим. Поэтому давайте мне здесь без этих вот историй. Драмтеатр Терюпинский, ладно? Что, нанесет вообще? Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Прошу садиться. Оглашается решение. Суд принял решение иск о расторжении брака удовлетворить. Брак между сторонами расторгнуть. Иск о разделе имущества удовлетворить частично. Произвести раздел квартиры, признав за каждым из супругов право собственности по одной доле в спорной квартире. В остальной части иска оставить без удовлетворения. Суд расторгает брак между сторонами, так как считает, что сохранение семьи невозможно. И учитывает, что ответчица согласна с расторжением брака. Что касается раздела имущества, то суд удовлетворяет исковые требования частично, исходя из следующего. Общим имуществом супругов являются приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, вклады, паи и так далее, так далее. В судебном наследании установлено, что стороны состоят в браке уже 9 лет. Однако они фактически не проживают совместно последние 7 лет, так как супруг отбывал наказание в исправительной трудовой колонии. В период, когда стороны проживали совместно, ими на общие супружеские средства была приобретена квартира, которая и является общим имуществом и подлежит разделу. Что касается остального имущества, то есть дом, автомобили, денежные средства, которые находятся на счетах ответчицы, то суд исключает их из раздела, так как это имущество было приобретено не на общие средства супругов, а наличные средства супруги, то есть ответчицы, в тот период, когда истец отбывал наказание в исправительной трудовой колонии. Это имущество общим имуществом не является. Понятно решение суда? Да, да, ваше честь. Спасибо. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Мало того, что я из-за нее 6 лет жизни потерял в тюрьме, так она еще оставила меня без ничего. Ну, мне по совести жалко своего мужа, но своего отдавать я тоже не хочу. То есть я не нужна чужого, но и свое не отдам. Я благодарна судье, что достала на мою сторону. Есть ли секреты в банальном разделе имущества? Она меня хочет с голой попой оставить, понимаете? А у вас до этого она не такая была? Как поделить наследство и не возненавидеть друг друга? Вот, на, держи, чтобы тебя только больше не видеть. Должен ли муж платить алименты жене? Я считаю аморально платить человеку, который разрушил мою семью. Дела судебные. Новые истории. Если вы нас разведете, то это будет девятый развод. Девятый. И последний. Законные ответы на любые семейные вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok